Приветствую вас. Если понятие правильно мы определим, как конструктивно, полезно, заботливо по отношению к вам, то правильнее будет, конечно, поработать сперва над своими обидами, потому что ваши обиды это исключительно ваша ответственность и, в общем-то, их появление связано с тем, что вы хотите отношений явно больше, чем они вам могут и должны дать. Тогда как сами ваши потребности в удовлетворении естественно нуждаются, и именно поэтому возникает обид. Вот, эмоциональный качель – это, по сути, низкий уровень эмоционального интеллекта. И это с одной стороны. И с другой стороны – это перебарь вашего состояния в позиции жертвы, в позиции спасателя, то есть треугольник карты. Но с этими вещами вы можете ознакомиться самостоятельно. Ну вот. Во-первых, какие проблемы? Я так рисую предположить, что из-за того, что вы стали находиться на расстоянии, молодой человек ушёл в себя, и на расстоянии из-за того, что, типа, что, типа, возможности быть вместе у вас пока что нет. Ну, я так понимаю, да? Вот. Я много об этом читал на соединенных форумах в интернете. Понимал, что в стрессовых ситуациях такое случается, но наобилие находитесь на эмоциональный качель. Меня говорят обиды на него и злости, а злость иначе, что обиды на него, значит, что желание, чтобы ты начал ему помочь. А как может ему помочь, особенно если находится на расстоянии? Вопрос. Как правильно поступить? Чтобы что? Ну, то есть здесь правильных действий нет, в принципе. Вы можете поступить только так, как лучше для вас. Для вас лучше разобраться в себе, потому что молодой человек, чувствуя вашу нестабильность, вряд ли становится счастливее. Проблема еще и в том, что он сейчас находится далеко от меня, он молчит, я должен. Понимаете, Ирина, тут только в том, что не совсем понятно, чего вы хотите от психолога. То есть совершенно очевидно, что у вас есть свое некое понимание и представление того, как правильно можно в этой ситуации поступить. То есть у вас есть у самой некое видение. Есть блок, который не позволяет вам так поступить. Ну, по какой-то причине. Соответственно, этот блок нужно снять. Блок составляет то, что вы считаете вам должен молодому человеку в частности и отношение с ним вообще. И когда важна мотивация получить что-то, когда ваши потребности будут удовлетворены, вы сможете поступить так, как вы считаете нужным. То есть исходя из свободного выбора, что и будет наиболее правильным для вас поступком. Это все. Когда вы находитесь в состоянии злости, обиды, когда вы находитесь в желании ему помочь, вы не свободны. Помочь можно только тому, кто хочет. Валерий человек, помощь вас не просит, вы сделать для него что-то не можете, поэтому помочь ему вы не можете. Вы можете его поддержать, чем-то с ним делять, что-то я вам рассказываю, отдавая ему. Ну и отдать вы ему не можете ничего, потому что у вас есть обиды и зло. Обиды и зло связаны с тем, что вы сами не гармоничны. А отдавать может только тот человек, который гармоничен. Поэтому разберите сперва в себе, в своих ощущениях, только после этого уже можно будет работать с молодым человеком вам. Все. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.